Дождь и ненастная погода работе не помеха. Именно с таким девизом ранним субботним утром благоустраивать городские территории вышли неравнодушные брещане. В рамках месячника по благоустройству в микрорайоне Юго-Запад-3 на пешеходной аллее было высажено 140 молодых деревьев строго по технологии в благоприятный и оптимальный период. Приоритетом возеленения нашего города в ближайшее время должен стать именно микрорайоны Юго-Западные. Здесь есть определенные проблемы в приживаемости этих деревьев. Но я думаю, что строгое соблюдение технологий, а мы работаем вместе с профессионалами из коммунальника, позволит надеяться на то, что эта замечательная аллея уже этой весной, наступающей весной порадует нас своим замечательным эстетическим видом. В силу определенных причин заречная часть города над Богом бедновата на зеленые зоны. Это связано с проходившими здесь совсем недавно строительными работами. Место посадки деревьев выбрано не случайно. Именно юго-западный микрорайон города планируется озеленить по максимуму в ближайшие годы. Черемуха, Ива, Сирень, Рябина. Через несколько лет пустая на данный момент аллея возле гипермаркета Евроопт станет зеленой зоной и просто хорошим местом для прогулок и отдыха горожан. Грамотно проведенная посадка деревьев – залог того, что аллея будет радовать жителей не один сезон. Очень здорово, что проектировщики, планируя микрорайоны Юго-Запад, второй, третий. Они предусмотрели вот такие хорошие аллеи, которые должны стать очевидным и объективным местом отдыха наших горожан. Моя задача – продолжить традицию города Бреста как одного из самых зеленых городов Республики Беларусь, а может всего постсоветского пространства. Каждый год около двух тысяч деревьев высаживается в Бресте. В этом году планируется, что город над Богом станет богаче на две с половиной тысячи деревьев. Присоединились к инициативному Дню труда в рамках акции «Город, в котором мы живем» и неравнодушные ученики средней школы номер 14. В первую очередь это командная работа, которая объединяет всех нас, делает наш коллектив более сплоченней. Чтобы город был красивый, чтобы все приезжие сюда восхищались тем, что здесь все очень культурно. Я думаю, каждый брещанин должен вложить в это какую-то часть своей работы. Это надо для общественности, надо всем вместе приходить и убирать территорию, чтобы было красиво. Месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории нашего пограничного города будет проводиться до 15 ноября.